Продолжение следует... Здравствуйте. Пока ребята включают презентацию. Спасибо, что досидели. Отлично. Меня зовут Олег Коновалов. Я работаю в компании CISCO. У меня сегодня есть классная возможность рассказать вам про Internet of Everything. В первую очередь я хотел бы сказать, что мы живем в очень классное время. У нас есть много классных вещей, которых не было буквально 25 лет тому назад. И то, что мы видим впереди, оно еще лучше. Давайте вспомним, что у нас было совсем недавно. Три тренда, о которых говорят все вокруг. Появился интернет, потом мы пришли в социальные сети. Это было здорово. У всех есть Facebook, все шарят фотки, фотографируют еду и так далее. У нас появились мобильные телефоны, которые сильно поменяли само наше отношение к тому, что такое connectivity, что такое быть на связи. Есть такой интересный термин, он называется time to screen. Что такое time to screen? Это время, которое я провожу с момента, как я проснулся, до того, как я взял в руки свой мобильный телефон. И знаете, сколько average time to screen? Меньше двух минут. В среднем время с момента, когда я просыпаюсь и беру в руки мобильный телефон, меньше двух минут. Моя супруга не имеет никакого отношения к IT, но при этом, проснувшись, она проверяет погоду на своем айфоне. И в этом она не одна. Еще интересная штука – это болезнь номофобия. Кто слышал про номофобию? Что такое номофобия? Номофобия – это боязнь остаться без мобильного телефона. Или боязнь остаться без связи. Классический пример номофобия – это человек, который не хочет выключать телефон в самолете, потому что он боится чего-то там опустить. Если мы говорим про все эти термины, мы понимаем, что люди привыкли к тому, что мы постоянно на связи. И если мы не находимся на связи, нас это беспокоит. Новое поколение растет совершенно другим. Если для меня интернет – это было большой новинкой где-то там в начале 90-х, все радовались и гудели модемами, то сегодня для моей дочки коннективити – это то, что у нее есть с рождения. Если у нее это отнять, для нее это равно какому-то богом данному праву, такому же, как еда, воздух, плавание или что-нибудь еще. И наше поколение сильно изменилось. Если мы посмотрим буквально лет 10 тому назад, зачем мы использовали нашу связь? Для того, чтобы потреблять контент, который нам дают. Мы были потребителями. То сегодня все совершенно иначе. Мы создаем контент. Мы снимаем видео, мы делаем фотографии, мы шарим их с друзьями, друзья оставляют нам комментарии и бла-бла-бла-бла-бла. Многие из нас создают контент сами того не хотя. Мы начинаем шеринг чужих постов. Мы переходим в состояние, когда для нас сфотографировать еду очень важно. Не могу поесть, пока я не сфотографировал то, что я ем, да? Очень важно сфотографировать свои ноги. Девушки, кто фотографировал свои ноги хоть раз в жизни? Я делал селфи, я пробовал все. Фотографировал еду, фотографировал еду друзей. И для нас это становится очень важным. Нам нужно генерировать контент. Почему? Потому что у нас появились наши подписчики. У кого есть Facebook, Instagram? Кому важно, чтобы было много лайков? Если нет лайков на посте, значит я запостил какую-то фигню. То есть это не важно. Нужно, чтобы были лайки. Поэтому я создаю новый контент. К чему мы пришли? В 2012 году человечество сгенерировало больше данных, чем за предыдущие 5000 лет. За один год. Больше, чем за 5000 лет. И прогнозы говорят, что будет еще веселее. За 10 лет с 2010 по 2020 год наша цифровая вселенная вырастет в 50 раз. Это цифры о зетабайтах. Это очень много. Давайте чуть-чуть приземлимся ближе. Данные о всяких технологиях и бла-бла-бла-бла-бла растут в год во сколько? Два раза в два года. Что это значит для нас? Это значит, что если сегодня я учусь на четвертом курсе в университете, то то, что я учил на первом курсе, во многом может быть уже неактуальным. Потому что технологии меняются очень быстро. Более того, наши студенты сегодня учатся. И возможно они будут работать и заниматься теми профессиями, которых сегодня вообще не существует. Насколько мы готовы к тому, чтобы их выучить к этому? Самый простой вопрос. В моем детстве, в моем отрочестве я не мог представить, что будет профессия social media manager. Кто это вообще? Чем он занимается? У меня не было фейсбука. Но если мы посмотрим дальше, у людей, которые сегодня учатся в институтах, будут вещи, которых мы сегодня даже не можем представить. Интересная статистика со штатов. 30% детей появляются в интернете до своего рождения. 30% американских детей появляются в интернете до того, как они родились на свет. 92% этих детей есть в сети до того, как им исполнилось 2 года. Наше развитие интернета, оно очень сильно изменилось. Если посмотреть от самого базового, когда у нас был connectivity, я подключался в сети, был очень счастлив. В сеть появился бизнес, бла-бла-бла. У нас появились социальные сети, теперь мы ставим друг другу лайки. Теперь это очень важно и очень круто. Вопрос в том, что дальше. Куда мы идем дальше? Куда развивается этот мир? И многие из вас, наверное, слышали такой buzzword, такое популярное слово, как Internet of Things. Кто слышал про Internet of Things? О, здорово. Маркетинг добил до вас. Супер. Как вы думаете, Internet of Things это будущее или настоящее? И то, и другое. Здорово. Давайте поговорим об этом. Благодаря замечательному закону Мура, который мы очень любим, наши производительные мощности, наши процессоры и бла-бла-бла становятся гораздо быстрее с каждым годом, и мы этому счастливы. Классический пример. 1969 год. Американцы запускают космонавтов на Луну. Лунный модуль. Центр управления полетами. Хай-тек. Дальше некуда. Вся процессорная мощность всего этого замечательного события появилась в одной приставке Game Boy в 2000 году. Буквально за 31 год мощности, которые были у людей для того, чтобы запустить космический корабль на Луну, высадить людей и прилететь обратно, поместились в одну игровую приставку, которая играет вот такой маленький ребенок. Кроме этого, мы знаем, что технологии стали гораздо доступнее. Сам простой пример. Сколько стоил гигабайт сториджа в 80-м году? Один миллион долларов. У кого есть флешка? Была бы машина времени, мы стали бы миллионерами, ребята. Дайте мне машину времени, я возьму свою 32-гиговую флешку, вернусь обратно, и у меня будет 32 миллиона баксов. И создадим USB, это тоже тема. Технологии становятся дешевле и становятся производительней. И за счет этого они начинают появляться в совершенно неожиданных местах. К 2020 году у нас будет 50 миллиардов устройств, соединенных друг с другом. И сегодня их более 12,5 миллиардов. Что это за устройство? Кто из вас слышал про термостат Nest? А кто из вас услышал о нем после того, как их купил Google? Окей, классно, что есть ребята, которые хотели купить термостат до Google. Это уже здорово. В чем идея этого термостата? В том, что он умный, в том, что он учится тем, как вы живете, как вы греете свою комнату, как вы ее охлаждаете, и по итогу он начинает понимать, когда вам тепло, когда вам холодно, и как вы вообще любите отапливать свою квартиру. Он умный, он обучаемый, и он управляется по интернету. Это здорово. У тебя может быть аппликейшн на твоем мобильном телефоне, и ты можешь играться со своим термостатом. И дизайнил его, вряд ли кто знает, да, парень, который делал дизайн для iPod. И это очень здорово, потому что им легко пользоваться. И лучший пользователь, который их оценил, это ребята из Google, да, которые взяли и купили их за 3.2 миллиарда долларов. Это много. Еще интересная штука, эггмайндер. Я не знаю, как вы, ребята, но когда я иду в магазин, меня беспокоит одна штука, надо покупать яйца или нет. Больше ни у кого я вижу, что такой проблемы нет. Я одинок в этом зале, но для меня это беда. Вторая беда, которая для меня, это какие яйца старые, какие яйца новые в малом холодильнике. Потому что я покупаю их с разной периодичностью. Какое яйцо сейчас надо жарить? И был небольшой стартап, который купили ребята из General Electric. И теперь за 50 долларов можно купить небольшой девайс, который называется эггмайндер. Он синхронизируется по Wi-Fi, и вы можете в своем айфоне смотреть, сколько у вас яиц осталось, какие из них новые, какие из них старые, какие из них уже протухли. Что это, если не Internet of Things? Соответственно, я думаю, что Internet of Things это все-таки настоящее. Это то, что происходит уже сегодня. Но то, что нас ждет немножечко впереди, мы в Cisco называем Internet of Everything. Классный маркетинговый базворд. Интернет всего. Что же подразумевается под Internet of Everything? Кто из вас слышал про понятие Data in Motion? Что такое Data in Motion? Представьте, что у меня есть машина, которая собирает кучу данных. Например, у кого есть новый BMW? Или там, я не знаю, что угодно. Что-нибудь после 2008 года есть? Ваша машина — это такой маленький дата-центр. Он ездит и собирает про вас кучу всякой информации. Если привезти его на сервис, он может рассказать то, чего бы вы рассказывать не хотели. И вы назовете это Big Data. Тоже классный маркетинговый термин. Big Data. Что такое Big Data? Это кучу данных, которых мы собрали вместе, а теперь не можем проанализировать. Поэтому нам можно продать здоровенный дата-центр, который все это перелопатит, нарисует красивый график, а мы заплатим за это огромные деньги. Но если коротко, для меня это и есть Big Data. А на выходе можно узнать что-то очень интересное. Например, можно узнать, что, оказывается, пользователи Макти в среднем звонят с улицы Царотеля чаще, чем с параллельной улицы. Это серьезные данные, которые позволяют Макти поставить на одну вышку больше и сделать пользователей счастливыми. Но Data in Motion – это нечто совершенно другое. Это данные, которые, в отличие от Big Data, теряют свою ценность со временем. Представьте себе сенсор, который предотвращает аварии. Данные, которые он дает, я должен проанализировать здесь и сейчас. Они важны сегодня. Эти данные не обязательно копить и собирать в течение 10 лет. Ну, если только для некрологов, да? Можно собрать много данных, где не сработал тот самый сенсор и что произошло дальше. Но! Дело в том, что на самом деле эти сенсоры будут генерировать гораздо больше данных, чем есть сейчас. И то, что мы называем Big Data, будет казаться просто смешным объемом данных. Представьте себе каждого человека, у которого есть по 5-6 датчиков на теле. Вы скажете, что насколько это реально? Это абсолютно реально. У каждого из вас есть сегодня как минимум два таких девайса. Мобильный телефон, ноутбук и планшет. Что они делают? Они генерируют данные. В том числе, например, ваш geolocation. У кого есть что-нибудь типа Fitbit или еще какой-нибудь классной штуки, которую можно повесить на руки и собрать кучу информации о себе, да? Представьте, когда эти датчики будут в ваших кедах. Кто слышал про Nike Plus? Adidas? Николыч? Николыч круче, чем Nike Plus. Я его купил. В чем фишка? В том, что мы уже хотим собирать о себе эти данные. Таблетки. Есть классные таблетки, которые можно выпить, и придет смс к твоему врачу, что ты ее выпил. А если ты ее не выпил, смс не придет, и врач на тебя обидится. Так вот, идея в том, что вот эти данные Data in Motion должны анализироваться на месте. Потому что если мы будем передавать их в какие-нибудь огромные центры обработки данных, нам не хватит никакого питания. Кто слышал про такую модель? Data to Wisdom Model. Идея этой модели очень простая. Ценность информации очень сильно зависит от того, что мы можем из нее достать. Представьте, что мы сдали общий анализ крови. Мы получаем какую-то информацию, мы получаем какой-то листик, возможно, нам пришлют это по интернету. Но как много информации я, как Олег Коновалов, могу получить из результатов теста моей крови? Вообще ничего. Я пробовал. Мне не говорит это вообще ни о чем. Там есть много классных штук. Интересно это погуглить, благодаря ребятам из Google. Вот если я потрачу месяца-два своей жизни, я в итоге разберусь. Может быть, а может быть и нет. Для этого у нас есть замечательный человек, доктор, который мы можем принести этот анализ, и он дает нам какие-то рекомендации. Он говорит, ребята, у тебя там, я не знаю, высокое давление, или холестерин, или что-нибудь еще такое. И вроде бы мы узнали что-нибудь побольше из того, что мы получили. Но мой вопрос в том, насколько нам эта информация поможет. Я знаю, что у меня высокий холестерин. И что? Что из этого? Что я должен сделать дальше? Следующий уровень, когда я получаю информацию о том, что мне нужно есть меньше чего-нибудь. Неважно, употреблять меньше белков, углеводов, негенно-модифицированные продукты и так далее. Это уже новый уровень информации. Но как мне узнать, в каких продуктах содержатся те самые белки, углеводы и в каком количестве? Вот вся идея Internet of Everything заключается в том, чтобы процесс от пустых данных до информации, которая может нам принести конкретную пользу и сподвигнуть к конкретному действию, мы получали быстро и правильно. Самый простой пример. Я ем что-то. Я приехал в Грузию первый раз. Я не приехал в Грузию первый раз, я здесь живу, если что. Есть замечательная штука, хинкали. Недавно ко мне приехали друзья, они посмотрели на хинкали и задали мне очень странный вопрос. А сколько килокалорий в одной хинкалине? Я никогда в жизни не задумывался о том, сколько килокалорий в одной хинкали. Я знал, что они вкусные. Когда у меня спросили, сколько там жиров, белков и углеводов, я был готов уехать домой. Но оказывается, для некоторых людей это очень важно, потому что они соблюдают те самые диеты, о которых я говорил. Так вот, тема Internet of Everything заключается в том, чтобы объединить четыре основных компонента. Это люди, процессы, данные и вещи. Как это выглядит вместе? То, о чем мы с вами говорили. Когда человек может получить информацию о том, что ему можно есть, что ему нельзя есть, на базе анализа тестов, которые он сдал, его врач может мониторить, что же он ел на самом деле, может мониторить информацию о его браслетиках, как он спал, сколько он спал, сколько он бегает, сколько он тратит калорий. И ты можешь узнать, что происходит с той едой, которую ты ешь. В самом простом примере. Есть много других классных вещей, которые можно сделать благодаря Internet of Everything, но все это сводится к одному. Помимо огромных денег, которые мы можем сэкономить или наоборот заработать, Internet of Everything это то, что дает возможности лично для вас. Это то, в чем мы видим настоящие инновации, настоящее будущее. Потому что сегодня у нас есть много разных компонентов. Каждый из них очень классный, но они не работают вместе. Идея Internet of Everything в том, чтобы это заработало вместе. Чтобы наши вещи могли нам приносить больше пользы, чем они приносят сегодня. Чтобы мы могли получать информацию быстро, вовремя и ту, которая нам нужна. И делать это безопасно. Потому что я бы очень не хотел, чтобы какой-нибудь посторонний человек знал больше о моем здоровье, чем ему положено. А еще меньше я бы хотел, чтобы мой сосед-шутник мог управлять моим термостатом из своего дома. Потому что я могу неожиданно замерзнуть рано утром, потому что шумел поздно вечером. Сегодня подключено менее 1% вещей в мире. Менее 1%. Но мы слышим многие-многие часы презентации о том, как много классных вещей делает этот 1%. Я хочу, чтобы, уходя отсюда, вы задумывались, что произойдет, когда мы подключим остальные 99%. Какие возможности это вам даст? И вот там будут ваши инновации. Очень классно, что мы хорошо умеем гуглить. Очень классно, что мы умеем пользоваться нашими айфонами, андроидами, или что нам не спасла убог. Но инновации будут в том, чего еще нет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ